2001 год. В глубинах одного из баварских озер сделано невероятное открытие. Все, кто каким-то образом соприкасаются с этим котлом, очарованы им, чувствуют его мощь. Так началась невероятная история об интригах и сомнительных сделках. Кто-то, пытаясь получить миллиарды, заявил, что найдена чаша Грааль. Невероятно. Способен ли котел раскрыть одну из величайших тайн нацистов? Это волшебная вещь, только вот белая или черная магия, я не уверен. И раскрыть их тайную одержимость оккультизм? Подобные идеи окружены фантазиями и мифами. Чтобы это выяснить, мы совершим путешествие в темную крепость в самое сердце нацистского режима. Мы даже близко не подобрались к тому, чтобы докопаться до истины. Храм фашизма Храм фашизма В 2001 году в одном из озер Германии нашли удивительный предмет. По-моему, это одна из величайших загадок, с которыми нам приходилось сталкиваться на юге Баварии. Местный журналист Аксель Эфнер стал работать над этой историей, как только услышал новость. Водолаз и еще один человек спустились с металлоискателем на дно озера. Они искали предметы старины и на дне озера, в двухстах метрах от берега, обнаружили тускло-мерцающий котел. Вот сокровище, найденное водолазами. Котелок из кинза. Необычный артефакт, изготовленный из десяти с половиной килограммов чистого золота. Изнутри и снаружи украшен рельефами, изображающими таинственные фигуры. Позже его назовут кельтской находкой... Столетие. Писатель Эндрю Гоффа заинтриговал рассказ о находке равнозначной чаши Грааля, и он начал собственное расследование этой странной истории. Вся история этого котла и его обнаружение окутаны тайной. Его искали намеренно или случайно нашли? Наверное, услышали от историков о том, что на дне озера могут лежать сокровища. А местные жители рассказывают, что после окончания мировой войны водолазы искали там что-то. Скорее всего, котел был оставлен там тайной армией нацистов. Скорее всего, это было так. Хотя я в этом не уверен. Можно многое об этом рассказать. По мере сокрушительного продвижения по Европе нацисты завладели тысячами древних артефактов, сокровищами и святыми мощами. По сообщениям, были похищены более одной пятой европейских произведений искусства. Однако к концу 45-го года удача солдатам изменила. Дни нацистского режима были сочтены. Абсолютный хаос. Нужно было сохранить реликвии на будущее, возможно, для Четвертого Рейха. Ценные предметы прятали в пещерах. А такие предметы, как котел, могли схоронить в озере. Был ли котел древним артефактом, похищенным из оккупированной Европы? И могло ли его обнаружение пролить свет на то, что происходило внутри таинственной крепости нацистов? Крайне важным было определить возраст котла. Одни специалисты полагали, что ему более двух тысяч лет, другие считали его современным творением. Где же лежала истина? Галерист Кай Шмидт изучает древние артефакты более 30 лет. Вскоре он понял, что имеет дело с исключительной находкой. С первого взгляда он производит значительное впечатление. Сам материал, вес предмета, игра света. Когда свет отражается от столь огромного количества золота, создается замечательный эффект. Шикарное изверище. Кай проанализировал изображение древних воинов и богов на котле. Религиозная сцена. Сцены жертвоприношения связаны с загробной жизнью. Мне было ясно, что мастер был тесно связан или имел хорошие познания в области кельтской культуры. Котел не раскрывал тайну своего возраста. Археологи и ученые терялись в догадках. Но была главная подсказка, которая могла помочь установить точную дату. На первый взгляд, кельтские фигуры напоминают котел из Гунденструпа, Дани, возраст которого 2000 лет. На нем изображения очень похожие на кельтские. Вытащенный из Торфяного болота в 1891 году, этот бесценный серебряный предмет считался уникальным. Он производит необычайно глубокое впечатление. Котел из Гунденструпа Самый большой и великолепный серебряный сосуд позднего дороманского железного века. Казалось, котелок из Кимза – точная копия Котла из Гунденструпа. Мир ожидал археологическую сенсацию. В современном мире, где все доказано, все подвергается научному объяснению. На все или почти на все есть ответы и решения. Но тут появляется вот этот предмет, и он ставит всех в тупик. В мире торговцев, антикавриатом и их посредников, были заключены теневые сделки. Шведский предприниматель Марсель Вундерли был уверен в невероятном возрасте и редкости котла, когда приобретал его в 2005 году. Вундерли активно позиционирует артефакт как один из самых значительных за последние годы. По мнению Марселя, мир не видел ничего более важного. Сотрудники Вундерли заявили, что котел стоит 1 миллиард 400 миллионов долларов и стали искать покупателей. Котелку сразу вспыхнул огромный интерес. Инвесторы должны были выложить полтора миллиона долларов только за право помогать в его рекламировании. Чтобы реализовать эту невероятную стоимость, котел должен был оказаться дороманским. От этого зависели огромные деньги. Чтобы определить точный возраст, вызвали металловеда Питера Нортовера. В ходе работы с командой в Цюрихе должен был открыться один из секретов котла. Мы пользовались в основном такими технологиями, как лазерная абляция и масс-спектрометрия. С помощью лазера с поверхности котла взяли микроскопическую частичку золота, которую затем проанализировали. Таким образом, был получен элементарный состав золота. Древнее золото имеет определенный состав олова, свинца, платин и палладия. Было сделано шокирующее открытие. Это современное, чистое, практически очищенное электролитическим методом золото. Продукт 20 века. В Швейцарии Вундерли был обвинен в мошенничестве и приговорен к трём годам тюрьмы. Котёл был конфискован как имущество компании. Его поместили в хорошо охраняемый сейф. Если котёл не был изготовлен древними людьми, тогда кто его сделал и зачем? Можно предположить, только взглянув на него, что это были люди, которые гордились своим древним кельтским происхождением. Котёл признали современной подделкой. Но мог ли этот странный артефакт стать ключом к раскрытию гораздо более интересной загадки? Неужели он был сделан людьми, печально известными своей одержимостью древней мифологии и оккультными исследованиями? Нацистами. Этот котёл, украшенный религиозными изображениями, мог бы кое-что прояснить в отношении нацистов и их странных верований. Этот артефакт становится побочным продуктом одного из самых печально известных и вызывающих интерес режимов в истории. В центре режима стоял мощный ближний круг, представители которого хотели продвинуть идею славной истории германцев. Это была личная одержимость одного из самых влиятельных людей Третьего Рейха. Генриха Гиммлера. Как нацист Генрих Гиммлер был чрезвычайно деятельным, один из самых эффективных политиков Третьего Рейха. Отец воспитывал его на скандинавских и прогерманских мифах. Когда Гиммлер возглавил СС, у него появились ресурсы, которые позволили воплотить свои фантазии об арийской мифологии. У Гиммлера был собственный оккультный гуру, консультант по истории по имени Карл-Мария Виллигуд. Он утверждал, что является чернокнижником и прямым потомком богов-королей. Он был завсегдатаем в заседании разных обществ, изучающих скандинавскую мифологию, а также алкоголиком и шизофреником. В 20-х его насильно поместили в психлечебницу. Он утверждал, что может общаться со своими предками. Очень странный человек. Вдохновленный советниками по оккультизму, вроде Виллигуда, Гиммлер начал формулировать для нацистов новую идеологию. Его целью было продвижение общества с чистой расой, преданного немецкому величию и его древнему прошлому. В авангарде новой веры встала одна из самых зловещих группировок в истории – охранный отряд «Штуцштафель» или «СС». «СС» считалась элитарной организацией. В нее входили только те, кто был истинно предан делу нацистов. Главное задание Гиммлера, как он сам считал, было установление фирменного имиджа организации. Гиммлеру нужна была база для его любимой «СС». В 1934 году он выбрал удаленную крепость, овеянную легендами о судах над ведьмами, пытках и казнях – Вевельсбургский замок. Он стал храмом судьбы для нацистов. Его прошлое окутано мраком. Современная история столь же темна. Мы даже близко не подобрались к сути того, что там происходило. Что же связывало котел, обнаруженный на дне озера, с таинственным замком Гиммлера? Весной 2011 года швейцарский журналист Люк Бюрген опубликовал статью в своем журнале «Тайны». Согласно расследованию, некоторые личные вещи Гиммлера были обнаружены на чердаке в Германии. Среди них были документы, которые, как все думали, имели отношение к нацистам. Нацистский фирменный бланк, старая бумага, стилизация под другие документы той эпохи. Датированные апрелем 1945 года, документы содержали приказ на перевозку и опись нацистских сокровищ. В этом списке 35 предметов, или наборов. Один из них — «Гольдкессель», «Кельтиш». То есть это и есть золотой котел, выполненный в кельтском стиле. Было еще одно открытие. Впервые черным по белому было высказано предположение, что котел из Кимза находился в крепости Гиммлера в Вевельсбургском замке. Я не удивлюсь, если там он хранился какое-то время. К оригинальным документам не было доступа, с ними нельзя было ознакомиться. И в мире, полном нацистских подделок, много шансов, что на эти документы нельзя было полагаться. Требовалось больше информации. В описи также фигурировало имя человека, который изготовил котел. Отто Гар. А также город производства. Мюнхен. Эндрюгов поехал в столицу Баварии, чтобы проверить, выдержат ли факты в документах подробное изучение. Здесь, в Мюнхене, я хочу выяснить, как можно больше об Отто Гаре, в частности, мог ли он изготовить котел. Мюнхен представляет интерес, поскольку здесь зародилось движение нацистов, а также был рожден сам Гиммлер. Хайден – традиционная семейная ювелирная мастерская, расположенная в центре города. Немецкие журналисты предположили, что котел могли сделать в ее цехах в 20-х или 30-х годах. Этот вопрос изучал Макс Хайден. Он был уверен, что котел изготовил Отто Гар, человек, чье имя указано в инвентарной ведомости. Здесь представлены все мастера золотых и серебряных дел Мюнхена, так называемая гильдия ювелиров. Он состоял в ней вплоть до самой смерти, и еще господин Гар был ювелиром для Эннесс Даб. Эннесс Даб, или нацистская партия, в середине 20-х годов была на подъеме. И среброделу Тегар поступил к ним на службу. Он стал любимым ювелиром СС, изготавливал кольца «Мертвая голова». Но Макс считает, что Гар был причастен к изготовлению котла. Родственники Макса часто упоминали об одной встрече Гара с главным ремесленником Хайдена Альфредом Нотцем. господин Гар, который работал по большей части с серебром, интересовался у Нотца, как обрабатывать 10 килограммов золота. Как утверждает Макс, Гар изготовил котел из золотых труб, взятых с химзавода, владельцем которого был спонсор нацистов по имени Альберт Питч. Мне ясно, что у господина Питча была возможность взять 10 килограммов золота для изготовления котла из кинза. Вполне естественно, что выбор пал на Отто Гара, как человека, способного превратить золото Питча в котел. Он изготавливал много изделий для НСДАП, поэтому ему доверили значительную работу. Естественно, что ее передали не семейству Хайден, а Отто Гару. Но зачем Отто Гар сделал котел для Альберта Питча? Питч передавал щедрые пожертвования Гитлеру по мере того, как тот агрессивно прокладывал себе путь к власти. Мог ли котел стать еще одним подарком нацистам? В связке с этим выступает представление об обмене подарками. Значительные подарки делаются влиятельным людям, чтобы приобрести больше влияния для себя. Тонкий расчет. Как и всегда, мы вернулись к сомнительным сделкам. Котел мог быть косвенным пожертвованием нацистам. Но как же тогда инвентарная ведомость? Она давала две подсказки. Имя того, кто изготовил котел, и город его происхождения. Но зачем нацистской партии изготавливать поддельный кельтский котел? В 1929 году в СС входило менее 300 членов. А к концу 1939-го насчитывалось уже более 200 тысяч истинно верующих. Гиммлеру нужна была новая идеология для быстро растущего войска черных рыцарей. В представлении Гиммлера он считал христианство изобретением евреев, которые хотели ослабить германских арийских сверхлюдей. Гиммлер считал, что христианскому милосердию нет места в бескомпромиссной и жестокой системе убеждений СС. Он хотел возродить забытую религию дохристианской Германии. Чтобы подвести фундамент под эти убеждения, ему необходимо было обосновать идею о том, что немцы – древняя раса. Котел из Кимза подходит как нельзя лучше. Не забывайте, что для того, чтобы развить новую религию и добиться успеха, понадобятся богослужения и необходимые литургические атрибуты. Гиммлер, Виллигут и остальные высокопоставленные офицеры СС хотели переписать немецкую историю под собственные нужды. В 1935 году Гиммлер собрал ученых и организовал аналитический центр Анна Нербе. С помощью Анна Нербе он хотел собрать свидетельство в пользу альтернативной истории, в которой германскому народу отводилась центральная роль. Он пытался дополнять академические знания мистическими идеями. Это общество по изучению наследия предков выпускало собственные публикации и фильмы. Подробный материал собирался в экспедициях в отдаленные места, такие как Исландия и Тибет. Они ездили по всему миру в поисках доказательств того, что немецкий народ — это потомки древних скандинавов и арийцев. Одержимость Гиммлера древним германским прошлым возможно и повлияла на выбор месторасположения нового центра СС в Вевельсбурге. Считается, что его советник по мистике Виллигуд порекомендовал этот замок из-за значимости окружающих территорий для немецкой истории и немецкого фольклора. Регион вокруг Вевельсбурга пропитан историей германцев. Это земля героев. Но кое-что еще овлекло Гиммлера сюда. В 50 километрах от Вевельсбурга находится место, которое впоследствии стало культовым местом для нацистов — Экстенштайна. Здесь есть храмы, опять же, языческие, наскальные рисунки и рельефы, которым уже почти тысяча лет. Они изображают столб Ирминсуль, один из самых часто упоминаемых символов древнего германского народа. Ирминсуль — великое священное дерево или столб германцев-язычников. Виллигуд считал, что в этом священном месте обнаружатся доказательства, которые свяжут Германию с более древними и важными корнями. В начале 1930-х годов группа археологов начала раскопки, чтобы исследовать историю экстерских камней, древнюю историю, а также искать доказательства. Они не нашли доказательств, что весьма интересно. Они не нашли свидетельств, что это священное место германцев, но сказали, «Нам все равно. Мы напишем то, что нам нужно». В Вегельсбурге собрали историков, генеалогов и ученых, чтобы поддержать видение Гиммлера. Если верить инвентарной описи, котел также играл свою роль. Определенно, котел из Кимза подходил как нельзя лучше. Изображения древних кельтов и арийцев совпадали с теми, что видел Гиммлер. Но какова возможная роль котла в Вегельсбурге? Мог ли он стать святым граалем для черного камелота Гиммлера? Это волшебная вещь. А вот белая или черная магия, я не уверен. Чтобы узнать больше, нужно вернуться на 70 лет назад, в те темные дни, когда Вегельсбург перестраивался как идеологический центр СС. Генрих Гиммлер и его архитекторы разработали грандиозный по амбициозности план. Для них замок должен был стать новым центром нацистского мира. На экране планы, которые Гиммлер разработал для Вегельсбургского замка, чтобы, когда война будет выиграна, можно было создать нордический Ватикан. В центре обширного эсэсовского города находилась крепость в три четверти круга с 18 башнями и 18-метровыми стенами. Нынешний замок это лишь малая часть огромного, кругообразного строения, которое намеревались возвести. Кажется, оно должно было иметь один километр в диаметре. Чтобы воплотить свой великий замысел, Гиммлеру требовались рабочие. Агнес Бутнер была школьницей в то время, жила в деревне Вегельсбург. Они перетаскивали строительные камни на плечах. Рядовые сержанты шли стройными рядами, пели песни. Их всегда охраняли двое солдат с собаками. Нам не разрешалось давать им даже хлеб с маслом. Приходилось делать это тайком. Люди могли поесть. Прямо как сейчас все это помню. Для этих подневольных работников был построен концентрационный лагерь. Они жили в настоящем кошмаре, чтобы воплотить фантазию Гиммлера в жизнь. Почти 1300 человек погибло. Роль Вегельсбурга, как и идеологической школы для офицеров СС, стала меняться. Теперь замок рисовался как место проведения церемоний. Здесь проводились нацистские свадьбы с языческим подтекстом, обряды крещения, которые вытеснили христианскую церковь. Во многих ритуалах роль верховного жреца исполнял Виллигуд. Церемонии с факелами в честь зимнего солнцестояния заменили Рождество. За закрытыми дверями Гиммлер мог предаваться своей одержимости. Возведение Вегельсбурга было воплощением личных эксцентричных фантазий Гиммлера. Он легко вернулся к идеям, которые были у него в молодости. Идея о сагах средневекового периода, о потерянном мире германцев. Это было для него игрой. Гиммлер украсил школу СС реликвиями и артефактами, в которых запечатлелось германское наследие. Гиммлер использовал замок как место хранения ценных вещей, которые он получал из оккупированных во время войны районов. Здесь было много живописных полотен, габелленов, ковров. Это было что-то вроде сокровищницы. Рейхсфюрер был не единственным из нацистов, кто присваивал себе предметы искусства антиквариата. После проведения Блицкрига самые ценные объекты Европы были разграблены во имя Третьего рейха. Группы эсэсовцев, в том числе и члены Анненербе, следовали за армией немецких захватчиков, конфискуя содержимое музеев и отвозя его обратно в Германию. Нападению подвергались и религиозные святыни. В музее Хофборг в Вене находилось копье судьбы, священная пика, которую вонзили в подреберье распятого Христа. Копье судьбы вызвало интерес у нацистов, помимо прочего, еще и древней легендой, что любой правитель, который владеет копьем, будет обласкан божественным покровительством. Считается, что сам Гитлер верил, что владелец копья станет неоспоримым правителем мира. Пику конфисковали по его собственному распоряжению. Эти реликвии были мощным оружием пропаганды и использовались для узаконивания Третьего рейха. Если котел хранился в Вевельсбурге, как же его использовали эсэсовцы? Вевельсбургский замок был идеологической штаб-квартирой нацистов, штаб-квартирой эсэсовцев. Именно там лежал котел, ведь он был символом великой силы. В 1941 год верный рыцарский орден Гиммлера ввел захват мира. Гиммлер имел такое положение, что мог превратить Вевельсбург в то, во что пожелает. Гиммлер пытался создать рыцарский орден наподобие тамплиеров или тевтонцев. Хотел, чтобы эсэсовцев направляли схожие идеи. Гиммлер приступил к созданию собственного камелота для новых рыцарей-нацистов. Его комнаты были названы в честь древних героев, благородных рыцарей, вроде короля Артура. В центре замка была выложенная камнями комната, где собирались старшие офицеры эсэс. Здесь была приемная верховных лидеров. Она была построена в бывшем склепе замка, в соответствии со средневековой архитектурой. В этом зале 12 колонн. Мы точно не знаем, почему Гиммлер выбрал число 12. Одно из возможных толкований, он имел в виду короля Артура и его 12 рыцарей, и хотел использовать комнату для совещаний с высокопоставленными членами эсэс. Ходят слухи, что он даже установил дубовый круглый стол для этих собраний. Но похоже, что одержимость Гиммлера легендами об Артурии не закончилась на этой комнате. Он начал собственный поиск святого Грааля, чаши, из которой Христос вкушал на тайной вечере и которая обладает чудотворными свойствами. Гиммлер был одержим Граалем, поскольку верил, что он сможет подтвердить древнее германское происхождение его народа. Он внес в список членов эсэс Отто Рана, археолога под стать Индиане Джонсу. Ран прочесал пиренеи в поисках святой чаши, но вернулся к Гиммлеру с пустыми руками. Возможно, котел из Кимза, выполненный в духе язычников, стал заменой Грааля? Такие предметы не изготавливаются просто так. Ведь это символ, показатель власти, могущества. Его не поставишь на полочку в сервант дома. Он предназначен для всеобщего обозрения. Думаю, вокруг него проводились какие-нибудь полуобщественные, а может и тайные, но многолюдные ритуалы. Ясно, что Гиммлер хотел увековечить свое место в истории. Он решил построить в Камелоте склеп. Некоторые утверждают, что именно здесь Гиммлер и его 12 самых преданных рыцарей должны были упокоиться. И эта земля мертва. Здесь у нас склеп. Наверху свастика. Значит, это была очень важная комната. Наверняка использовалась, чтобы отдавать дань уважения умершим эсэсовцам. В середине пола видны два газопровода. Считается, что эти трубы должны были питать вечный огонь. А кольца мертвая голова погибших эсэсовцев, придуманные оттагаром, должны были храниться здесь. Будь работа завершена, этот склеп, возможно, стал бы местом поклонения. можно лишь догадываться, что здесь происходило. Историк Петер Лонгерик написал много работ о Гиммлере и о том, что происходило в Вевельсбурге. Он знает, что отделить факты от вымысла не так-то просто. Популярна мысль о том, что у эсэсовцев есть вторая тайная история, что у них были свои тайные культы, ритуалы, тайный шифр. Можно попытаться расшифровать этот пласт культуры и вытащить на поверхность альтернативную новую историю эсэс. После войны стал очевидным масштаб одержимости эсэсовцев оккультизмом. Часто стали появляться слухи о сатанинских ритуалах и даже человеческих жертвоприношениях в Вевельсбурге. Однако историки продолжают отрицать подобные заявления. Считается, раз оккультные теории, то нацисты потакали всем своим прихотям и порокам. Это глупо и смешно. Правда в том, что они были нужны, чтобы оправдать политику истребления евреев, преследования цыган, славян и инвалидов на территории Германии. Вот это уже совершенно серьезно. В процессе войны строительство в Вевельсбурге медленно сошло на нет. К марту 45-го года нацисты со своей извращенной картиной мира оказались на грани поражения. Вевельсбург оказался под угрозой. Гиммлер хотел, чтобы все, что происходило и хранилось в замке оставалось тайной. Сокровища замка были перемещены. Все, что не перевезли за несколько дней или недель на юг, почти наверняка стало добычей мародеров в тот самый момент, как только немцы покинули замок. Вполне вероятно, что такой предмет, как котел, оказался в числе перевозимых. Он довольно транспортабельный и стоит уйму денег. Настало время позаботиться о том, чтобы священная цитадель Гиммлера не пала перед врагом. Гиммлер отдал распоряжение взорвать замок. Один из офицеров, Гансмахер, пришел сюда, принес взрывчатку, и заминировал замок. Замок был очищен, приказ отдан. Количество динамита было ограничено, поэтому эсэсовцы взорвали лишь юго-восточную башню. Они предпочли поджечь крепость. Когда 3-я пехотная дивизия США вступила на территорию, Вебельсбург был сожжен дотла. Махеру было приказано закопать 9 тысяч колец, которые здесь хранились. Их так и не нашли. И котел тоже. Нам известны некоторые факты относительно котла, но остается загадкой, каким образом он очутился в озере в Баварии. в Баварии. Апрель 1945 года. Близилась окончательная победа союзников в Европе. Нацисты терпели поражение на двух фронтах, а мечты Гиммлера оказались изорваны в клочья. Русские шли в Германию с востока, британцы, американцы и французы с запада. Германия была в состоянии краха. Сокровища, хранившиеся внутри нацистских укреплений последние шесть лет войны, перемещались. Одни увозились тайком, другие использовались, чтобы купить себе свободу. Те из непреклонных нацистов, что двигались на юг, планировали найти там последнее пристанище. Гиммлера и остальные были родом отсюда. Сюда они направлялись и в то же время все их секреты двигались в этом же направлении. Их либо бросали в шахты, либо прятали на солярудниках, бросали в озера. Поэтому там осело много предметов, множество золотых и серебряных сокровищ. Судьба Котла могла бы пролить свет на то, что сталось со всеми сокровищами нацистов в конце войны. Так каким же образом он оказался на дне озера? Приказ на перевозку, найденный на чердаке, может дать больше подсказок. Предположим, что список подлинный. Тогда становится известно, что 14-15 апреля 1945 года все вещи, включая котел, были перевезены из Аугсбурга на северо-западе Мюнхена через сам Мюнхен на север в Страконице. Согласно документам, офицеру СС Гансу Йохуму фон Альтону было приказано перевезти котел в безопасную богемию. Крис Гоуинг с помощью аэрофотографии военного времени ближе рассмотрит предполагаемый маршрут передвижения фон Альтона. Особый интерес представлял город Ландсхуд. Это фотодонесение было сделано 17 апреля 45-го года. Мы видим Ландсхуд, который был подвергнут сильной бомбардировке. Ландсхуд был стратегически важным городом, где мог осесть котел. Через реку идут два моста. Здесь критически узкое место для переправы. Союзники двигались со всех сторон. У конвоя фон Альтона не было другого выхода, кроме как остановить миссию в Богемию. Они могли передать сокровища Нибелунгам, новой дивизии эсэсовцев, в состав которой входили кадеты, офицеры и спецучилища. В этом районе были и другие подразделения эсэс, но я думаю, что наши герои это Нибелунги, вернее, наши подозреваемые. Гиммлер назвал этих крепких орешков в честь героев средневековой поэмы о хранителях мифического клада. Неужели Нибелунги стали хранителями и современных нацистских сокровищ? Если наш рассказ правдив, то они должны появиться именно здесь. Союзники продвигались, а Нибелунги нашли огромное убежище на юге, ближе к Альпам, где многие надеялись принять последний бой. 2 мая 1945 года разбросанные остатки дивизии находились недалеко от берегов того самого озера, где почти 60 лет спустя был найден котел. Неужели его бросили в темные воды, не дав таким образом врагам заполучить в свои руки святой Грааль? Не забывайте, что в дивизии Нибелунгов были истинно верующие. Думаю, они курировали этот предмет и решили сделать так, чтобы до него они смогли добраться. Их интересовала не стоимость предмета, а его ценность как символа, поэтому он и оказался в озере. Нацисты наконец-то были побеждены, а вместе с ними и идея о превосходстве германцев, которые проповедовал Гиммлер в своем храме судьбы. До 100 тысяч произведений искусства и реликвий украденных нацистами до сих пор остаются пропавшими и ждут, пока их отыщут. В этой истории полный трюков, тайный гипотез во многом нельзя быть уверенным, но за 10 лет своей славы котел, возможно, наконец-то раскрыл кое-какие свои секреты. Мы знаем, что этот артефакт был отличным подарком для нацистов. Если они получили такой дар, то логично, что он оказался в Вевельсбурге. Также известно, что 2 мая 1945 года в Кимзе Небелунге были загнаны в угол. Пока эти веские, но косвенные доказательства единственные, на что можно опереться. Документы, найденные на чердаке, остаются недоступными. И ни один историк или ученый не может получить доступ к котлу до дальнейшего анализа. В Цюрихе его последние хранители, администраторы обанкротившейся компании Марселя Вундерли держат его в надежном сейфе. А существует ли еще котел? Если его переплавили, то продали и переделали в украшения. Многие сейчас могут носить частички котла из Кимза. Он потускнел, долго пролежал в ящике. Конечно, может снова выйти, но сейчас скрыт от людей. Как и был скрыт в течение 50 лет после войны. Возможно, котел снова где-то появится, чтобы пролить свет на тайны этой долгой истории. А может, она всегда останется тайной? Как знать? Это-то и восхищает. Таких вещей в современном мире не так уж и много. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилен. Редактор субтитров